Здравствуйте! Пожалуй, нет темы более актуальной за последние годы. Во всяком случае, темы, о которых говорят с утра до вечера, а зачастую и с вечера до утра. Это тема газа, поставок газа, оплаты газа, цены на газ и всего, что связано с газопостачанием, как говорят украинцы. Сегодня в эфире у меня в студии директор Одесского товарищества. Это фирма, которая занимается газовыми поставками. Именно так и называется Одесса газопостачание. Иван Трофимович Малерчик. Здравствуйте! Здравствуйте! Иван Трофимович тот несчастный человек, который ежедневно отвечает на массу звонков, на огромное количество писем, претензий. И объясняет всю политику и ценообразование газовой службы нашей страны и газовых поставок. И вы прекрасно понимаете, что в связи с бесконечными изменениями в этой сфере, это делать очень сложно. Я прав, Иван Трофимович? Да, все так и есть. Это бесконечный процесс. Ну, как и вся наша жизнь, все течет, все меняется. И начнем мы вот с чего. Иван Трофимович, в какой-то период цена на газ была более низкой, чем в последующие периоды. И вот здесь возникла ситуация, когда многие ваши потребители, ваши клиенты просят провести перерасчет. Возможно ли это? Или это все как-то так более на бумаге, а на самом деле каких-то рычагов для проведения вот этого перерасчета просто не существует? Ну, чтобы дать ответ на этот вопрос, надо вернуться в 2015 год, когда начинался запуск, скажем так, рыночного механизма поставок газа в связи с принятием Украиной изменений в соответствии с европейским законодательством о рынке природного газа и начать с октября 2015 года. 1 октября 2015 года вступило в действие постановление 758 о возложении спецобязанностей на НАК «Нафтогаз» и на оригинальных поставщиков газа, таких как и наше предприятие. Согласно этого постановления были прописаны, скажем так, права и обязанности всех участников рынка, которые участвуют от поставки газа и до его потребления уже конечным потребителем, нашими гражданами и населением. У каждого была своя обязанность, у каждого были свои сложности в исполнении этих прав. Одним из пунктов этого постановления – это была цена. Цена устанавливалась в размере 7 гривен 18 копеек. Ну, если говорить за один куб, то это 7,18, 7,19 с округлениями и так далее. И эта цена применялась при условии потребления газа для приготовления пищи, пищи, подогрева воды или комплексно пищи и подогрева воды. То есть, какое-то ограничение стояло, да? Ну, фактически нет. Эта цена применялась для тех граждан, которые пользуются, грубо говоря, газовой плитой и газовой колонкой. Понятно. Если так по-простому объяснять. Для тех, кто использовал газ для нужд индивидуального отопления, в отопительный период устанавливалась цена 3,60, но объем ограничивался 1200 кубами, 1200 кубов в отопительный период. То есть, в месяц можно было не более 1200 кубов потребить по цене 3,60. Все, что свыше, оплачивалось уже по цене 7,18. Эта цена действовала до 31 марта 2016 года. Потом были внесены ряд изменений в это постановление. В том числе к обминам было принято решение о том, что цена будет устанавливаться индивидуально, в зависимости от отопительного, ну, на каждый отопительный период, отдельным решением кабинета министров. И следующее такое решение, которое было принято, это было вот небезызвестное постановление номер 315, которым с 1 мая 2016 по 31 марта 2017 года была установлена цена 6,89. Но это уже общая цена. Да, она была установлена общая на все виды потребления. Приготовление пищи, подогрев воды, индивидуальное отопление и так далее. Там уже не было никаких вилок, не было никаких до 1200 кубов, свыше 1200 кубов. То есть она была единая. И эта цена действовала тоже непродолжительное время. Потом, в последующем, она тоже была изменена. Далее была введена цена с ноября 2018 года 8,59, которая тоже действовала до, если я не ошибаюсь, до марта этого года. И уже с марта 2019 года, опять же, очередными изменениями Кабмина, было определено, что цена будет устанавливаться индивидуально, ежемесячно, на основании наинейшей цены из четырех возможных, которые есть на рынке природного газа. Это было сделано в связи с тем, что последнее изменение цены с ноября 2018 года было установлено, как я сказал, 8,59. Привело к тому, что весной цена на газ для юридических лиц, то есть небытовых потребителей, она начала снижаться, потому что она формировалась в условиях конкуренции, то есть рыночными механизмами. И она начала снижаться и снизилась до уровня 6,5 примерно гривен за один куб, а население платило 8,59. То есть тут налицо была, по моему мнению, явная социальная несправедливость, но цена, это было как бы, это политическое решение было связано с тем, что Украина взяла на себя очередные какие-то обязательства перед МВФ. Но правительство хватило, как говорится, мудрости и смелости, и они приняли такой механизм, что цена формируется на основании четырех базисных цен, которые есть на рынке газа. Что это имелось в виду? Значит, бралась цена, которая рассчитывалась согласно этого постановления об определении спецобязанностей для нафтогаза и региональных поставщиков. Здесь также сравнивалась с ней цена, которая формировалась на газ внутренней добычи, то есть украинский газ, отечественный. Далее бралась цена, которая формировалась на международной, на украинской энергетической бирже и цена, которая формировалась на международных, так называемых, газовых хабах. То есть международная газовая биржа, там германская биржа, не помню точно ее название, не буду брать. Исходя из четырех этих цен, для населения избиралась наименьшая цена. Это привело к тому, что вот как мы все наблюдаем, целое лето у нас ежемесячно меняется цена, и она меняется для населения в лучшую сторону, она снижалась. Вплоть до цены октября месяца она снижалась. Общий процент снижения за лето составил примерно 36-37% по сравнению с тем, что было в марте. Ну, конечно, сравнить 8,59 и сравнить 5,88, разница существенная. А какие сейчас прогнозы? Сейчас какие прогнозы? Прогнозы какие? Прогнозы такие, если не будет изменен этот механизм, то опять же цена на отопительный период, то есть на зиму, будет формироваться таким же образом. Какая она будет? Опять же, она будет найнижшей из этих четырех, которые я назвал. Ну, на сегодняшний день... Но она будет ежемесячно меняться? Она будет ежемесячно меняться. А как потребителям понимать, узнавать о том, какая сегодня... Потребителям можно это узнать из нашего сайта официального. Мы эту цену... Одесса Газпостачане. Да, сайт Одесса Газпостачане. Есть он достаточно уже, скажем так, известный, потому что мы как бы следим за использованием нашего этого ресурса информационного. Есть у него свой круг, как говорится, зрителей. То есть он востребованный. Там цена меняется, публикуется ежемесячно. В зависимости от того, как мы только ее получаем, как бы возможности сформировать, мы ее сразу оглашаем на своем сайте, публикуем. Второй механизм, где можно узнать цену, у нас работает контакт-центр. Контакт-центр тоже всегда может проконсультировать, дать информацию о цене действующего месяца, скажем так, о объеме потребления конкретного потребителя по его лицевому счету и так далее. Но ведь по закону, который недавно вступил в силу, это закон, принятый по жилищно-коммунальным услугам, по начислению пени, например, 0,01%. Успеет ли человек, он должен до 5-го числа каждого месяца, потребитель, сообщить свои показания газового счетчика, а до 10-го числа он должен оплатить. Успеет. Успеет ли он это сделать? Потому что механизм следующий. Если говорить конкретно про октябрь, который уже завершился фактически сегодня, газораспределительное предприятие, наша Одесская, Одесса ГАЗ, начало прием показаний, то есть начала формироваться уже база потребления за октябрь месяц. Цену мы октября на своем сайте опубликовали еще в 10-х числах. Не буду врать конкретно про дату, она есть на сайте, кому будет интересно, он увидит. Она формируется примерно 10-12 числа. Как только мы получаем информацию о цене, мы ее тут же в этот же день выкладываем на своем сайте. Поэтому к моменту подачи показаний, эта цена уже минимум как две недели всем известна. Могли бы и раньше ее вылаживать, но опять же мы зависим от того, как мы узнаем цену от оптового поставщика, какой он нам заведет. У вас есть такой сервис, у вас есть такая услуга, которая называется личный кабинет. Да. Насколько я знаю, в вашей фирме, которая существует на вашем сайте, да? Да. Это личный кабинет. Но понятно, что далеко не все могут воспользоваться его услугами, потому что это как минимум надо уметь пользоваться компьютером, поэтому пожилым людям это достаточно сложно. Хотя, судя по тем сервисам, которые там заложены, это сделать достаточно легко. Во-первых, объясните, пожалуйста, какие сервисы там заложены? Что? Если говорить про личный кабинет, который конкретно касается бытового населения, ну, бытового потребителя, опять же, там есть вся информация об объекте газификации, то есть она там с момента регистрации, она автоматически туда подтягивается, начиная от так называемого ЕИС-кода и заканчивая. Какое оборудование установлено, то есть газовая плита, газовая колонка, там какой счетчик стоит, есть счетчик, нет счетчика, то есть вот все эти моменты отражены. Отапливаемая площадь, то, что надо для расчета количества проживающих, это те параметры, которые нужны для того, чтобы можно было в будущем правильно рассчитать, посчитать потребление по льготе, с применением субсидий и так далее. Кроме того, там есть в личном кабинете, на сегодняшний день существует две отдельные вкладки. Расподел и постачание. Если касается постачания, то там есть информация о фактическом потреблении ежемесячном, о цене, по какой это потребление было произведено и цена общая стоимость. Для каждого клиента. Для каждого клиента. Да, для каждого клиента и в разрезе ежемесячно, ежегодно. И то есть общую стоимость потребленного газа за каждый месяц можно увидеть. Если говорить про личный кабинет для не бытовых потребителей, для юридических лиц. Вот мы его запустили буквально в течение последнего месяца. Были там ряд сложностей и проблем, которые не давали это сделать раньше. Ну, сейчас они все решены, как бы. Вот он начал работать. На сегодняшний день из порядка 4 тысяч наших клиентов, юридических лиц, уже зарегистрировано где-то, ну, около 500. То есть нашел он тоже отклик у потребителей. И что можно с его помощью для себя, как бы, полезного узнать. Во-первых, в этом личном кабинете любое предприятие, любой предприниматель, там физическое лицо предприниматель, имеет возможность посмотреть финансовое состояние своего потребления. То есть он увидит там, начиная с 16-го года, как были заключены прямые уже договора, перезаключены прямые договора с каждым потребителем, они могут увидеть свое потребление, как говорится, в кубах и в деньгах. Сколько было потреблено, каким актом это оформлено, сколько было начислено, как оплачено, есть задолженность, нет задолженности и тому подобное. Это очень удобно, действительно. Ну, я считаю, да, мы этого долго добивались, там, я же говорю, были ряд сложностей, ну, на сегодня, слава Богу, что они все уже разрешились, и, в принципе, такая возможность появилась. И там есть вся исчерпывающая информация. Да, там можно сформировать счет за истекший отчетный период, то есть, вот, например, если говорить уже про нынешний год, то есть, вот, октябрь закончился. В течение ближайших пяти дней произойдет начисление оплаты за октябрь, и после пятого числа каждый потребитель сможет себе самостоятельно там сформировать счет, распечатать его и оплатить, как говорится. Все так, никуда не идя? Никуда не идя, да. Если кому надо, уже будут, там, допустим, документы с мокрыми печатями, там, для отчетности и так далее, то тогда только в этом случае они обращаются к нам, в бухгалтерии, как бы получают оригиналы этих документов. А для оплаты все можно сформировать, в том числе даже для аванса на следующий, там, расчетный период то же самое можно сформировать счет на аванс, спокойно оплатить. И, кроме того, еще самый такой немаловажный момент, и он на сегодня становится очень актуальный, это лимиты потребления. Все, которые лимиты есть, прописаны в договоре, они автоматически отражаются в этом личном кабинете. И любой потребитель, юридическое лицо, имеет право, начиная с первого числа месяца и до 20-го числа месяца, имеет право их скорректировать в любую сторону. Я хочу... Увеличение, понижение потребления. Я хочу... акцентировать внимание телезрительное о том, что это касается юридических лиц. Это да, это касается юридических. Это не физических, это не индивидуальное, это только... Индивидуальное потребление, физические лица, там как бы нету таких, пока еще не действуют, такие рамки, что надо следить за своими лимитами. Там расчет идет по факту. Сколько потребили, за столько и рассчитывайте. Иван Трофимович, что волнует? Волнует еще, что с 1 октября 2019 года вступило усилие в постановление о порядке предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме. То есть теперь система значения учета и выплаты льготной по оплату коммунальных услуг в денежной форме будет аналогичной той, которая была... По субсидии. Мы уже знакомы многие граждане субсидии, да? Да. Как отношение в этом случае с Одесса газпоставкой по оплате газа? Уже теперь в денежной форме. Отношение, в принципе, таких кардинальных изменений не требует. Единственное, что сейчас любой потребитель, который имеет право на льготную скидку, он оплачивает потребление, которое фактически произошло у него за отчетный период. Если раньше, допустим, ну, такой простой пример. За месяц, допустим, потребитель потребил 30 кубов. Да. По льготной... Ну, 30, может быть, это я мало сказал, допустим, 300, да? По льготной норме положено там из расчета определенной площади на каждого жильца и так далее. По льготной норме ему надо было эту сумму оплачивать только частично. То есть, то, что превышало льготу. Из 300 этих кубов он, допустим, там 250 мог оплачивать самостоятельно, а 50 оплачивало государство. И к нам заходило два платежа. Один платеж осуществлял сам непосредственно потребитель, второй платеж поступал через госказначейство. Сейчас эта вилка, как бы, она ликвидируется. Сейчас получается, что любое домохозяйство, которое имеет право на льготы, оно оплачивает стоимость фактически потребленного газа. А компенсация за льготу, она будет проходить уже через Ощадбанк или через Укрпочту, кто получает, допустим, пенсию через услугу Укрпочты наличными с доставкой на дом и так далее. То есть, ну, с одной стороны, это немножко упрощает процесс. Исчезает такой момент, когда человек оплачивает только там свою часть, а деньги со стороны государства задерживают. На лицевом счете формируется какая-то задолженность. Те, кто пользуется особенно личными кабинетами, они видят, что вот всегда есть там в этом случае какая-то задолженность. Это приводит к нервозности. И люди, как бы, особенно пожилые люди, и они это воспринимают очень болезненно. Почему вот где, вот, мне положена была норма, такая-то, она до сих пор не оплачена. Но их можно понять. И у меня висит долг, да. И из-за этого, как бы, возникает много таких неприятных ситуаций. Это ведь не долги этих людей. Ну, фактически, да, это долг государства, но он, как бы, отражается в личном кабинете. И это мы уже, как там, в силу своих возможностей и способностей объясняем, что вам на это, как бы, не стоит. Вы вот свою обязательную часть уплатили, и можете за это не переживать. Но не все, как бы, воспринимают это именно так. Особенно люди старшего покаяния не привыкли. Большая часть, да, относятся к этому с подозрением. Сейчас эта вилка упраздняется. Сейчас становится это все более-менее, как говорится, в одну линию. То есть, потребил 300 кубов, умножил на цену, заплатил. Компенсацию получаешь через Ощадбанк. Либо на карточку, либо через кассу, либо с почтой, через Укрпочту, с пенсией эти деньги будут поступать к людям. И все вопросы, правильно начислены льготы, неправильно, они теперь переходят в плоскость ответственности управления соцзащитой. Все, что требуется от нас, как поставщика коммунальной услуги, как поставщика газа, требуется только передать информацию по этому льготчику на основании запроса опять же того же Управления соцзащиты. Все, кому положена льгота, мы получаем по ним запрос, передаем информацию о фактическом потреблении. Здесь поднимается, как бы подтягивается еще один нюанс. Здесь в полный рост встает вопрос адекватности показаний за потребленный газ. Если раньше, как бы, на это можно было немножко закрыть глаза, не вовремя передать показания или вообще их не передать, то сейчас это будет приводить к тому, что будет расти задолженность. А наличие задолженности более двух месяцев ведет к тому, что человека будут лишать и льготы, и субсидии. И такие запросы к нам приходят, это входит в компетенцию управления соцзащитой, а на нас возложена прямая обязанность давать ответы на такие запросы. Это тоже, как бы, вызывает много вопросов и нареканий со стороны наших потребителей, на каком основании вы дали информацию. Потому что это есть в постановлении Кабинета Министров. Я его обязан просто выполнять. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот заканчивая нашу беседу, то что вы еще не сказали важного, по вашему мнению, для телезрителей, для потребителей услуг Одесса Газпостачания? Потому что есть много разных нововведений, но правило касается учреждений, которые сами заинтересованы в том, чтобы выйти на вас и выяснить свои отношения с вами. Насколько я понимаю, они должны этим больше интересоваться даже, чем вы, по большому счету, потому что им нужно платить гораздо большие суммы, чем физическим лицам. Ну а вот все, что касается физических лиц, что еще? Ну, что касается физических лиц, в принципе, все эти вопросы, они у нас постоянно присутствуют, скажем так, в средствах массовой информации. Мы достаточно много в последнее время даем разъяснений. Можем ли мы рассчитывать на то, что публиковать, простите, я перебил, публиковать цены на газ в первых числах, вот бегущей строкой на телевидении, бегущую цену на газ в первых числах каждого месяца? В первых числах не получится, потому что я ее сам узнаю где-то в районе 10-12 числа месяца потребления. То есть, если вот мы говорим про ноябрь, который сегодня начался, то цену газа для населения по ноябрю я узнаю где-то 10-12 ноября. И как только мы ее сформируем, мы ее сразу выложим на своем сайте, и без проблем я могу... Но это не поздно, 10-12 ноября люди еще не платят за ноябрь месяц. Нет, за ноябрь они еще не платят, за ноябрь они будут платить только в декабре месяце, где-то после 10-го числа, декабря месяца. Поэтому ничего так как бы тут сложного и опасного нет. Почему я так говорю? Потому что телевидение входит в общем-то в каждый дом, независимо от возраста. И это позволит людям, которые смотрят телевизор, получать эту информацию. Не каждый может сегодня, особенно пожилые люди, войти в личный кабинет через компьютер, через мировую сеть. И это довольно сложно бывает. Я еще хочу обратиться к молодым людям, соседям, может быть, пожилых людей, чтобы вы могли, если к вам обратятся, ваши соседи или родственники пожилые, помогите им в контактах с сайтом Одесса газпостачания. Помогите им, потому что это довольно... Да и любых коммунальных... Да, это довольно просто. И это сразу решит массу проблем. Им не нужно будет стоять в очередях, не выходить в паршивую погоду, простите, на улицу для того, чтобы зайти и оплатить услуги. Это все гораздо проще. И вы сделаете этим людям огромную услугу и продолжение, будем так говорить, достаточно приятное. Согласен, да, совершенно правильно. Ну, поэтому я же говорю, мы в последнее время очень много фактически сотрудничаем сейчас со всеми районными газетами, ежемесячно публикуем порядка 30-35 информаций. Да, в области, да, всего в области. Из таких общеобластных газет, вот «Одесский вестник», «Одесская жизнь», «На пенсии» — это постоянные, как бы, наши средства, такие доведения информации, где у нас фактически там уже колонка своя образовалась, где вот конкретно сегодня нами вот освещенные вопросы, они там уже месяца два, как они там постоянно вот поднимаются, присутствуют, потому что, опять же, и про тот личный кабинет для юридических лиц, мы заранее начали информировать, что вот он будет, появилась информация на сайте, появилась информация вот в газетах. Потом, когда он уже фактически заработал, мы сделали отдельно рассылку и юридическим лицам, предприятиям, и, опять же, в газетах обновили информацию, на сайте обновили информацию. Вот сейчас, благодаря вам, я думаю, это еще больший, как бы, такой получит отклик от наших потребителей. Ну, надеемся, что это будет помогать им в их жизни. Ну, что ж, спасибо большое, во-первых, за информацию, которая действительно очень важна, особенно в тот период, когда сейчас начинается уже и отопительный, включаются колонки, и все, что связано с отоплением квартир, газовым отоплением, я имею в виду, индивидуальным отоплением. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас всегда были и существуют вот какие-то бесконечные конфликтные ситуации, конфликтные ситуации с поставщиками услуг. Это правда. С водоканалом, с газовыми службами, со всеми. Гораздо эффективнее и проще выйти напрямую, найти те контакты, которые сегодня существуют, о которых вы, может быть, даже и не знаете, точно не знаете. Выйти на эти контакты напрямую, вот как говорит Иван Трофимович, на личный кабинет, горячую линию и так далее и тому подобное, и выяснить, сразу установить правила игры. И вы по этим правилам будете себя совершенно спокойно чувствовать, вы будете уверены, что у вас все нормально, что у вас никаких катаклизмов в жизни не ожидается в ближайшее время, а все, что касается, к сожалению, вот изменение цены ежемесячной, как сказал Иван Трофимович, это уже от нас не зависит, но эту информацию можно ежемесячно получать в фирме Одесса Газпостачане, получать, мы постараемся тоже публиковать их, таким образом, помогая вам решить самую, наверное, такую болезненную проблему, это не просто вовремя, а правильно оплатить свои счета и правильно, и не иметь никаких таких, ну будем говорить, беспокоящих вас, дорогие мои задолженности. Я сам иногда, честно говоря, задерживаю платежи, а потом начинаю выяснять. Ну, выясняю, мне легко выяснить, я пользуюсь всеми возможными методами электронной связи, но при этом, при всем, я прекрасно понимаю, что человек, который к этому не привык и не приспособлен, ему очень трудно, поэтому молодежь, помогите, пожалуйста, пожарным людям в этой, освоить эту очень простую и очень полезную и правильную услугу. Спасибо вам большое, Иван Трофимович, спасибо вам за то, что вы были с нами, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова